А в Магнитогорске за час проверяют 50 мигрантов, ищут нелегалов, тех, кто въехал в качестве туриста и пошел работать, не оформив патент. Проверяет полиция рынки, маршрутки и резиновые квартиры. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Вот прописка, вот двухходный патент. И вот я сегодня прописку ставлю. Поставили или не поставили? Поставил, вот. Паспорт, регистрация, патент на работу. На рынке в Ленинском районе Магнитогорска проверяют документы. В руках у полицейских стопка паспортов, выданных в странах ближнего зарубежья. В своей очереди на проверку ждут 50 человек. Граждане Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Что вы тут много снимаете? Да мы дам, что брак, но через паку. А здесь за решеткой отсиживаются потенциальные нарушители. Одни, увидев полицию, пытались скрыться, у других с собой не оказалось документов о регистрации. Такие в один голос уверяют. На самом деле все у них законно оформлено. Просто бумаги остались дома или пропали. Просто потрогали. Потрогали документы. Если документы не привезут, пока идет рейд, ехать задержанным придется в отделение. Проверяют полицейские не только рынки. Рейды проводят по строящимся зданиям и стоянкам маршрутных такси. Нарушителей заявляют в страже порядка. Становится меньше. Ведь за нарушение миграционных законов грозит выговорение и запрет на въезд в Россию на три года. Будем проверять на повторный въезд. Потому что есть статья административного кодекса в 115-й законе, где им запрещается въезд в течение трех лет. Это категория граждан, которые превышают срок пребывания 90, скажем, 180. Они выезжают за границ, заезжают сюда без продления регистрации, находятся здесь. Только с начала года и только в Магнитогорске за подобные нарушения были выдворены 28 человек. В том числе две гражданки Конго, которые занимались проституцией. Работодателям, которых иностранные граждане трудятся без патента, тоже грозит наказание. Штраф до 800 тысяч рублей. О чем бояться? Что будем бояться? Так, у меня это все в порядке. Что бояться? Искать нелегальных мигрантов в Магнитогорске будут до 17 августа. Но и после официального окончания акции рейды не закончатся. Проверять по звонку граждан полицейские будут так называемые резиновые квартиры. Те, где живут или зарегистрированы десятки мигрантов. Анна Арестова, Ольга Козлова, Сабина Саблина, Егор Суханов, УТВ.